привет добро пожаловать в демо где мы посмотрим на функционирование приватных регистри задача такая показать как настроить и работать со своим частным регистри и регистри от гугла сначала о конфигурации для дыма я придумал следующую легенду в нашей организации есть две команды разработчики которые владеют приложением и пайплайном и тестеры которые управляют пайплайном в части выкатки на релиз в соответствии с облачными best practice у каждой команды свой аккаунт это дефтим и уа тим эти ребята придумали простой конвейер после коммита код собирается в образ и отправляется в команду стейджинга там его тестируют если все окей подтверждают следующий шаг а именно следующим шагом образ заливается в производственный репозиторий джися и и эти аккаунты находятся в разных и писи для того чтобы они могли работать вместе внутри облака я объединил их при помощи network пилинга по архитектуре здесь все как видишь все просто два аккаунта соединенные виси пи в каждом аккаунте по инстансу я открыл два терминала каждом аккаунте у меня развернуто по инстансу на базе седьмого центроса на них поставлен докер и сделаны необходимые настройки фаервола хосты с именами стейджинг ворклод и гитлаб проверим connectivity у машин и настройки сети инстансу и стейдж аккаунта не обязательно знать гитлаб по имени но важно чтобы машина с именем гитлаб могла корректно разрешать имя стейдж ворклод и так я делаю пинг стейджинг ворклод с машины гитлаб все успешно я вижу айпи адрес стейджинг ворклода это айпи 10 128 06 сделал айпи адр на гитлабе его адрес 192 168 35 2 ну и для порядка сделаю это на машине разработчиков да все верно 10 128 06 делаю докер ps на машине разработчиков как видишь здесь я развернул контейнеризированный гитлаб гитлаб рано на машине тестеров пока ничего нет нет никаких контейнеров я не устанавливал ssl для веб-сервера гитлаб поэтому веб-интерфейс гитлаба доступен по внешнему айпи по http схеме я создаю новый проект webapp registry и клонирую в него код нашего простого приложения которое мы используем на протяжении всего курса если ты не знаком с гитлабом то вкратце контейнер с гитлаб это гит сервер и система управления пайплайнами в одном приложении контейнер с гитлаб раннером это площадка на которой код непосредственно собирается это сделано для того чтобы какая-то сложная или кривая работа по сборке приложения не роняло весь сервер с хранилищем кода где могут одновременно коммитить сотни команд этот простой пайплайн состоит из двух стадий билд которая собирает образ и пушит его тестером и релиз которая выкладывает проверенный образ в продуктовый регистри мне потребуется настроить рано для нового проекта для контейнеризированного раннера ты можешь найти все описания как это делается в доке гитлаба хочу похвалить документацию она очень хорошо сделано чтобы не тратить твое время сразу перейдем к его настройки в меню выбираю settings я сиди вкладка runners я вставляю команду в терминал и ввожу необходимые параметры это токен из гитлаба по которому раннер будет привязан к проекту и требуемые мне настройки а именно я должен использовать мне нужно использовать докер-ин-докер далее в этом пайплайне у меня определены несколько внутренних переменных которые будут храниться в самом гитлабе это вкладка variables если ты захочешь попробовать тебе нужно будет ставить туда свои после регистрации раннера мне нужно внести еще некоторые правки в его настройки дело в том что я не люблю убирать мусор после работы подобных систем и поэтому мой гитлаб в контейнере таким образом мне потребуется пользоваться докер билдом внутри контейнера докер в котором выполняется докер а докер в докере так просто в гитлаб не работает теперь вроде все подготовка завершена первый этап ставим правил от реджистри разработчиком куда гитлаб будет пушить образы для проверки сначала развернем руками самый простой вариант и посмотрим почему это не очень хороший выбор сначала я спулюн джинкс далее сделаю докер run дэшди дэш пи пять тысяч двоеточие 5000 дэш дэш нейм регистри регистри двоеточие 2 это стандартная команда скопирована с документации докера как видишь контейнер с регистри поднялся и работает мне нужно протегировать образ джинкс соответствующим образом для последующей его отправки в реджистри я назвал его localhost двоеточие 5000 слэш май имидж как видишь докер имиджес у нас два образа и один из них джинкс протегирован по-разному чтобы проверить что в данный момент есть в реджистри подергаем его за и пи кору localhost 2.5 тысяч слэш в 2 слэш подчеркивание каталог получим ответ джейсоне что там пока пусто сделаем докер push localhost 5000 май имидж процесс идет все готово снова запросим каталог теперь в нем появился репозиторий май имидж попробуем обратиться иначе по имени хоста курл стейджинг паркл от двоеточие 5000 дэш и 2 подчеркивание каталог мы видим наш репозиторий теперь спулем образ командой докер пула колхоз 5000 май имидж образ up to date это значит что все работает все в порядке теперь попробуем спулить это командой докер пул стейджинг варку от 5000 май имидж то есть вместо вокал хоста используем имя хоста а вот и первые проблемы имя в репозитории называется не так что делать можно переименовать образ стейджинг варку от двоеточие 5000 май имидж или в 10.2806 двоеточие 5000 май имидж если кто-то захочет скачать это по айпи но это решение будет работать внутри вокруг хоста где запросы доверительные по сети уже начнутся проблемы к тому же это идет в разрез с практиками секьюрности системы должны быть с минимальным доверием современном мире мы уже не живем за периметром firewall а как классическом дата-центре выходит наш внутренний регистри должен быть секьюрин транзит то есть шифровать свой трафик при передаче и все стороны должны быть уверены что они те за кого себя выдают это достигается включением ssl самый удобный способ использовать купленный wildcard сертификат и какое-то общекорпоративное решение для выпуска проверки и администрирования этих сертификатов у меня такого нет второе использование бесплатного сертификата например с let's encrypt его ротация с помощью сербота или подобного серп менеджера у меня не получится так как let's encrypt заверяет имена доменов то есть в имени инстанса должна быть . что сломает google все внутренние dns в общем google так не даст мне сделать остается создать самоподписанный сертификат тут есть одно неудобство чтобы его корректно принимали другие участники нужно протянуть данный сертификат на все машины и определить его как доверенный корневой для демо проблем нет в производстве это неблагодарное занятие и еще один момент я бы хотел чтобы кто попало не ходил мой регистри сделаю ему парольную аутентификацию и так делаем я создаю папку для сертификатов сердц даю ей необходимые права выпускаю сертификат с помощью open ssl сертификат небольшой 2048 бит стойкость мне здесь не так важна создаю папку для файла паролей out здесь будет лежать апатческий ht pass с помощью команды ht pass в дэш б большая б маленькая си ротора ротора создам этот файл как я и говорил требуется прокинуть сертификаты как доверенные корневые в случае с докером это положить их в папку эцетера докер сердце и там указать полное наименование хоста в нотации докер как видишь название будет стейджинг варку от двоеточие 443 для запуска новой версии нашего регистри введем страшную команду на самом деле не такую уж и страшную здесь мы используем the touch мод перезапускаем контейнер после падения прокидываем папку с паролями для входа определяем переменные которые скажут приложению внутри что надо пользоваться ht pass в дом для аутентификации это аутентификация должна относиться только области реестра сам файл лежит в папке out сертификаты лежат серт пути к ним прописаны и что слушать нужно всех со всех айпишников публикуем порт 443 все запустилось давай посмотрим каталог как видишь мы ходим уже по https но курл работает с параметром дэш кей так как сертификат стал доверенным только для докера аутентифицируемся в нашем регистри с помощью докер логин дэш ю ротора стейджинг ворклот 443 логин successful теперь изменим тэг нашего образа my image чтобы новый регистри его принял а далее запушим этот образ в репо как видишь имя образа стейджинг ворклот двоеточие 443 my image теперь у нас локально лежит два образа и один из них под тремя тегами проверим каталог my image на месте в нашем приватном регистри ok теперь самое время сделать это же но с удаленного хоста перейдем в терминал с гитлабом чтобы выполнить pull или push в наш регистри с удаленного хоста нужно заставить докер того хоста доверять сертификату регистри для этого положим наш сертификат нужную папку хоста гитлаб при наличии ключей я бы воспользовался scp но я сижу в ssh сеансе с помощью терминала из браузера и обслуживанием ключей занимается google поэтому я просто скопирую ключ с экрана и перенесу через буфер обмена для дальнейших действий я стану рутом и так я делаю ровно то же самое что я делал на машине разработчиков а именно скопирую сертификат доверенную папку докер осталось только перезапустить докер и вернуться свой аккаунт сделаю systemctl restart докер и exit теперь давай что-нибудь заберем из нашего регистри для этого нам нужно быть аутентифицированным пользователем сделаем докер логин окей как ты видишь все побежало давай проверим образ локально до образ на месте теперь моя задача выложить этот образ в регистри гугла на джессе и и для этого мы тегируем его соответствующим образом проверяем чтобы он лежал локально и пушим его в этот регистри для именования контейнера используются имя проекта в облаке google ты можешь почитать документации как все это делается итак уж закончился давай перейдем в веб-интерфейс gcr и посмотрим что там появилось заходим службу контейнер регистри до образ появился just now значит что это произошло менее минуты назад этот образ нам больше не нужен я удалю его окей получается что мы вручную прогнали весь наш придуманный пайплайн теперь время за автоматизацией посмотрим каталог в регистри разработчиков там должен лежать только репозиторий май имидж что и есть в общем то мы готовы к развертыванию пошли get up я не буду заостряться на пайплайне у нас тема докер а пайплайн ты можешь всегда посмотреть моем гитхабе я сделаю комит и должен запуститься наш конвейер как видишь у нас запустился джоб и успешно упал никогда не работает с первого раза но я кажется знаю в чем дело скрипту который запускает докер билд нужно добавить прав для выполнения добавим строчку плюс x чмот я делаю комит и инициирую второй пайплайн идет фаза билд в котором наше приложение собирается и пушится бокал реджестри к тестировщикам подождем некоторое время джоб с оксидов давай проверим запросим каталог и в нем мы видим что появился репозиторий веб-ап стейджинг значит все окей все работает теперь мы считаем что тестировщики и нашли изъянов и разрешает выкатить эту версию на публику переходим гитлап у нашего пайплайна две стадии билд и релиз так вот релиз идет после билда и запускается вручную так мы и поступим вручную подтверждая что все в порядке попутно я зашел в веб-форму регистри гугла и проверил что там пока никаких артефактов нет запустился новый джоб который спуллит образ именно той версии нашего билда которая относится данному пайплайну по своей природе фазы пайплайна должны быть стейтлес поэтому я ничего не храню на раннере между фазами и так он забирает из нашего локального докер-регистри и отправляет во внешний регистри с тегом латест как видишь именно этим он сейчас и занимается окей все готово осталось обновить гугловский реестр образ на месте создан только что а мы горды тем что поняли как работает докер-регистри